всем привет меня зовут надя и сегодня прекрасное солнечное утро и начну я его с чашки ароматного кофе весна уже на пороге а это значит что пора убирать квартиру и расхламляться и вот вам три книги которые в этом помогут первые две книги они про минимализм и как правильно расхламлять квартиру а вторая книга это уже как правильно убираться сделать этой медитации и получить удовольствие первым делом я решила протереть листочки растений от пыли и немного опрыскать их водой по утрам мне очень тяжело проснуться если что-то пойдет не так у меня сразу же будет болеть голова поэтому с утра я делаю что-то спокойное медитативное и каждое в принципе утро я обрыскиваю растения потому что меня это очень сильно расслабляет очень долго я себе обещала что я посмотрю наконец-то посуду на кухне и та которая со сколами я выкину это длилась мои обещания полгода и сегодня я просто открыла все полки достала всю посуду и сказала выкидывай выкидывай все ненужное все полки где у меня лежит посуда я протирала по моему зимой последний раз и сейчас я открываю и достаю всю посуду и вижу что они грязные мне такой вопрос я ж туда чистую посуду кладу почему полки грязные все стеклянные крошки и бокалы я опускаю в кипяток и затем натираю полотенцем чтобы они были кристально чистые и вот из этого полочки превращаются вот в этом моя любимая нижняя полка это вот именно те вещи на кухне на которые я стараюсь не обращать внимание вот вообще на них не смотреть быстро открыл взял что надо и убежал как можно дальше но пришло время там убираться но зато после того как там прибрано все красиво сложено хочется вообще ее не закрывать и просто наслаждаться тем что видишь вот почему это нельзя сохранить и когда там опять бардак просто нажать кнопочку и все снова становится чистым почему надо опять это все прибирать ну или почему нельзя также закрыть руками глаза открыть а у тебя чистенько и красиво все мой муж захотел стать бариста ну не в плане работать а просто уметь готовить вкусный кофе поэтому я согласилась отдать ему полочку наверху вот сейчас мы ее подготавливаем чтобы он составлял туда разные вещи для кофе в моей косметички самый настоящий хаос но как чуть дальше видео вы увидите еще больше хаоса сегодня я показываю всю правду своей жизни как она есть без прикрас вот но в общем в косметичка тоже не самая классная картина так у меня косметика еще иногда и по доме раскидана в общем гуляли мы сможем по магазину и увидели специальную штучку для хранения косметики так не я мой муж сказал так мы покупаем тебе эту штуку и ты перестаешь раскидывать косметику по всему дому ну а я то что ну окей без проблем как бы ну ты сказала это не я настояла на этом вот и наконец-то я расхламила свою косметику проверила срок годности но слава богу со срок годностями все хорошо буквально одна пудра которой я и так полгода не пользовалась тушь и по-моему подводка для глаз только у них вышел срок годности их я спокойно выкинула но я этим и не пользовалась это и надо было выкинуть покупала я этот чемоданчик я не знаю как правильно это назвать в общем чемоданчик покупала его я в юзке сейчас на него скидка без карточки клиент то есть ну просто скидка он стоил 20 евро а сейчас стоит 13 поэтому это довольно таки выгодно чуть меньше похожий но меньше он тоже стоит по моему то ли 10 евро сейчас то ли 12 поэтому очень выгодно сейчас покупать именно вот такой он правда удобно и много отсеков у меня поместилась абсолютно вся моя косметика ну и нельзя сказать что у меня много этой косметики то есть у меня такие среднячок если я буду на докупать косметику то возможно она уже туда не влезет но я иду купать не планирую ну и наконец-то я добралась до коробок с открытками ну и наконец-то я добралась до коробок с открытками они у меня лежали просто всем скопом те которые мне пришли те которые нужно отправить ну то есть пустые открытки марки которые уже не действительны потому что буквально недавно латвийская почта обновила марки повысила цены и сейчас они у них уже другие и и да мы знакомимся еще ближе и это мое очередное хобби я очень люблю бумажные открытки и больше года назад я нашла сайт называется посткроссинг начала этим заниматься влюбилась в это занятие прям грей душу я вечером люблю заварить чашку вкусного чая включить на фон какую-то или спокойную музыку или камин в HD эффекте на ютубе или свечку зажечь и пишу письма людям которых ну мне высвечивается их адрес я пишу им письма пишу там какие эмоции сейчас испытываю что ты веселый или что-то они просят очень часто просят на родном языке написать какие-то слова и перевод вот написать там просто рассказать кем работаешь какая у тебя семья ну то есть у всех совершенно разные запросы и меня так это тоже успокаивает так приятно и так на душе тепло потом ты клеишь марку идешь на почту мне очень повезло около дома на почте работают очень милые женщины они всегда мне могут помочь и они так у меня первый раз особенно когда я только начала этим заниматься у меня на почте спросили а что это такое стало интересно я им рассказала мне даже одна девушка из китая отправила вот такие вот наклеечки старбаксом и я ценю каждое письмо которое мне приходит я никогда не смогу его выкинуть хоть и минимализм говорит о том что не стоит такое все хранить что у нас наши воспоминания хранятся в голове и не нужно хранить их дополнительно еще где-то но я специально занимаюсь посткроссингом как по мне это открытки бумажные это не электронная почта в них есть душа как бы это банально не звучало человек пишет ее от руки рисует вкладывает вкладывает туда эмоции пишет какие-то истории о себе и мне это очень важно и вот это точно никогда не выкину я храню абсолютно все открытки в икее мы покупали этот стеллаж чтобы туда складывать все как раз таки для кухни возможно мы еще и средства чтобы легче было убираться в квартире но в итоге мы просто складировали туда хлам я не знала куда положить какую-либо вещь я клала туда может не знала куда одеть что-то клал туда и в итоге сейчас я разбираю весь этот хлам и пытаюсь превратить ее в красивый стеллаж для кухни с одной стороны немного неловко показывать такие места в квартире в которых очень много хлама и выглядит не особо презентабельно но все же будем честны все мы люди всегда бывают такие места в доме и не стыдно то что они есть если ты готов их прибрать стыдно как раз таки жить с ними просто нужно брать всю волю в кулак идти прибирать и наслаждаться своей работой стеллаж около рабочего стола был в принципе чистый но вот только наверху нужно было протереть пыль я убрала все мягкие крошки оттуда и просто поставила туда растения мое рабочее пространство всегда чистое всегда потому что я провожу там большую часть времени но так как сейчас расхламление и я все доставала с полок вот сейчас выглядит плохо но большая часть это было просто мусор я выкинула протерла пыль и составила все как обычно мой стол это олицетворение идеального минимализма для своих аквариумов у меня их два я стараюсь покупать не особо много вещей и складывать все сразу вот в переноску для рыбы да это переноска для рыбы потому что если мы куда-то уезжаем я именно вот в этом ведерке отношу рыбку крути и только посмотрите как много вещей у меня набралось и я не зря говорю много последнее расхламление было перед новым годом потому что новый год надо встретить с новыми вещами и выкинуть все старое и ненужное то есть это вот буквально с нового года по сейчас вот это все накопилось и наконец-то самый последний шаг уборки самый мой любимый потому что делает его муж это полы и на этом я буду заканчивать спасибо большое за просмотр пишите обязательно комментарии ставьте лайки я вас очень сильно люблю всем пока 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 пока